Здравствуйте, меня зовут Ильдар Усманов и это сайт JoomlaFox.ru И в этом уроке мы с вами продолжаем знакомиться с комплексным решением от RocketVem'ов с RokosPocket. И в этом уроке мы с вами разберем списки. Списки у нас это, иначе говоря, аккордеон меню. Ну, точнее, блоки, которые при нажатии на них показывают информацию, которая в них содержится. Давайте сейчас с вами мы их разберем. Для начала, как это выглядит? А выглядит это следующим образом. Вот у нас такие вот аккордеончики, которые выдвигаются. Также здесь может быть изображение. А также мы с вами, как и любой другой тип модуля RokosPocket, можем вставлять внутрь какой-либо статьи. Так мы с вами и проделаем с какой-либо статьей. И вставим вот этот вот аккордеон куда-нибудь в статью. Давайте разберемся с настроечками. Я буду показывать на готовом примере. Для этого я перехожу в расширение менеджера модулей. И здесь вот мы нажимаем создать. Выбираем RokosPocket модуль. И здесь вот выбираем тип списки. Но у меня уже тут все готово, поэтому я нажимаю отменить. Показываю на готовом примере. Вот я выбрал фильтр RokosPocket модуль. И вот лист, демо-вариант. Итак, давайте рассмотрим. Для начала, если вы смотрели предыдущие два урока, или хотя бы самый первый, потому что в нем была вся основа, то вы уже по сути ничем не удивлены здесь. Но давайте пробежимся быстренько еще раз. Смотрим. Здесь у нас слева отображаются те аккордеончики, вот выдвижные блоки, которые у нас на примере. Вот у нас их три, здесь их также три. Раз, два, три. Также здесь у нас каждый из этих блоков имеет свои настройки. А настройки у него следующие. Это заголовок, изображение, ссылка и краткое описание. Но для начала, как формируется вот эта вот левая часть. Если вы смотрели первый урок, то знаете, здесь можно либо добавить какую-то определенную статью по отдельности. Вот у нас добавился она. Теперь у нас осталось четыре. Вот мы их можем добавлять какое-то количество. Сейчас я их всех поудаляю. А у нас в этом случае вот эти вот три слайдера появились из-за того, что включен фильтр категория. Для того, чтобы добавить фильтр, также на этот плюсик нажимаем. И можно добавить фильтр, например, по заголовку. Или любой из других. В данном случае у нас выбран фильтр категория. И категория у нас Rock Aspocket List. Такая вот есть у Joomla в этом демо-варианте. И все статьи из этой категории сюда автоматически перенеслись. То есть в этой категории у нас было три вот этих вот статьи. Сейчас я, например, нажму минусик. Ничего нету. Добавляю фильтр. Категория. Rock Aspocket List. Вот треть статьи. Так вот. Для начала. У нас есть четыре параметра. Это, которые я уже называл. И эти четыре параметра имеют у нас настройки по умолчанию. Давайте мы здесь вот можем их изменить. Например, ссылка по умолчанию. Это будет ссылка на статью. То есть вот эти вот значения у нас сейчас по умолчанию. И мы их можем здесь менять. Например, давайте какое-нибудь изображение включим из Media Manager. По сути, каким бы ни было это изображение, оно должно вытянуться так, чтобы смотреться хорошо. Давайте здесь я воткну это изображение, чтобы было красивее. Ссылка по умолчанию я настроил, чтобы она вела на ссылку, где выбранная статья. Описание у нас по умолчанию. Это описание статьи. Далее у нас ограничение. Описание статьи вот в 20. Давайте сохранюсь. Нажимаю сохранить. Перезагружаюсь. И сейчас у нас появится как ссылка, так и кнопочка читать далее. В идеале, здесь бы, конечно, сделать так, чтобы это изображение у нас было пошире. Тогда бы весь вот этот вот текст ушел бы в нижнюю часть. То есть, если бы изображение было таким, то текст бы у нас был где-то вот тут вот. Теперь, возвращаясь обратно, давайте я изображение это уберу. Главное, чтобы вы поняли, как его можно сделать. Теперь, первая настройка у нас, это предварительно скрывать превьюшку. То есть, предварительное описание. Сейчас стоит «Да». Поставлю «Нет». Сейчас все у нас слайдики будут открыты. Перезагружаюсь. Вот все наши слайдики по умолчанию стали открытыми. А до этого был открыт только верхний. Теперь. Ставлю, как было. «Enable». Далее у нас это «Display Limit». То есть, какое будет ограничение в количестве вот этих вот слайдов. Сейчас их три. Мы можем поставить ограничение, например, в 10 штук. Тогда они будут показываться больше десяти. Будут показываться первые десять вот из этого списка. Теперь. Следующий у нас с вами это «Убирать ли HTML теги из description», то есть описание. То есть, в нашем случае, вот это вот описание у нас не будет содержать никаких HTML тегов. Далее это «Сколько у нас таких вот слайдов будет на страничке?» Если количество таких вот слайдов будет больше, чем то число, то у нас здесь появятся такие вот точечки со страничками. Давайте, чтобы это увидеть, я поставлю два. И тогда у нас сейчас будет вторая страничка. Обновляюсь. Вот у нас их стало две странички. Вот первые два слайдика. А вот на второй страничке только один остался. Но это целесообразно, когда у нас, например, штук 10 уже есть, и появляется вторая страничка. Верну, как было, пять. Далее у нас это стрелочки навигации и погенация. То есть, стрелки навигации – это вот эти вот стрелочки две, а погенация у нас – это вот эти вот точки. Показывать или не показывать. В обоих случаях. Следующее у нас – это автопроигрывание. То есть, если поставим «Enable», то каждые пять секунд у нас будет перелистываться вот эта вот страничка. Давайте я поставлю каждую одну секунду, чтобы это все быстренько увидеть. Нажимаю «Сохранить». Обновляюсь. А нет, не получится. Надо вернуть также два, чтобы были странички. И вот мы видим, что каждую одну секунду у нас тут все перелистывается. Ставлю «Disable». А также все изображения, которые мы здесь указали, мы можем подогнать под определенный размер. Например, если мы хотим, чтобы все картинки у нас были одинаковыми, а загрузили мы их в разных размерах. Например, ставим здесь 250 на 250. Тогда все эти картиночки будут иметь такой вот размер. Ну, вот и все. А нет, не все. Мы с вами хотели еще вставить вот этот вот аккордеончик куда-нибудь. Давайте я поставлю здесь 5, как было. Сохранюсь. Для того, чтобы вставить этот аккордеон внутрь статьи, копируем вот этот вот короткий код, либо нажимаем на эту пиктограмму. И у нас все скопировалось само. Теперь я нажимаю «Закрыть». Перехожу в «Материалы», «Менеджер материалов». Например, статью «About Joomla». И, например, самый конец статьи, если я оставлю этот короткий код, то в самом конце статьи появится этот аккордеон слайдер. Нажимаю «Сохранить» и «Закрыть». Теперь я обновлюсь для начала. Теперь в поиске найду нужную нам статью «About Joomla». Вот она нашлась. И здесь внизу мы с вами видим тот же самый аккордеончик. Ну а на этом данный урок у нас с вами окончен. Увидимся с вами уже в следующем уроке, где будем разбирать уже следующий тип данного модуля. Всем удачи, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok